Мы просто взяли у нас наши мозги. ООН фактически вместе с Бутарышем играет на стороне по-прежнему американцев. Из-за переговора ведет только по принципу «мир есть война». Основная цель Соединенных Штатов Америки – это с кем-то бороться. Европа будет холодненькой, маленькой, обездоленной и покинутой. БРИКС сейчас для меня – это прообраз новой организации объединенных наций нашей евразийской. На нас держится мир. Друзья, у нас сегодня новый разговор о будущем с военным экспертом Александром Георгиевичем Артамоновым. Мы уже записывали где-то полгода назад выпуск, и он уже набрал более полутора миллионов просмотров. Мы, наверное, начнем как раз с формы БРИКС. Вот что это сейчас для нас значит, вот эта встреча, когда прилетело такое большое количество лидеров стран, уже там начали, пошли в телеграм-канал в заголовки, где изоляция, знак вопроса и так далее. Вот что это действительно значит с точки зрения вообще всего геополитического процесса? Александр, совершенно замечательный вопрос. Я бы сказал, что действительно ваша программа поступает оригинально, в правильном смысле этого слова, действительно начиная дискуссию, разговор серьезный именно с БРИКС. Не потому что БРИКС сегодня, а потому что БРИКС – это то, что в принципе наши ведущие во многих шоу не так, чтобы сильно освещали. Потому что, ну, БРИКС и БРИКС, ну, есть, существует, там кто-то экономикой занимается, что-то происходит. Ну, есть БРИКС, есть ШОС, в кончете, и что? То есть это как-то не публично, это как-то может быть даже кажется занудно, скучно. А как всегда люди не понимают, что собака-то зарыта, в хорошем смысле этого слова, не в Горбачевском. Именно в этих вещах. Почему? Ну, по той простой причине, что вопреки пословице, что политики строят заборы экономисты мосты, и, как правило, я придерживаюсь тут не очень комарсистской точки зрения, как учили, Горбатого могилы исправят. А для меня война – это не более, чем продолжение экономики другими способами. Ну, вот Штаты развиваются войной, а мы, Россия, хотим мира. Я полностью с этим согласен, но вообще-то все человечество развивается, как правило, из-за войны. Не благодаря войне. Вот здесь, видите, только. Вот Штаты, да, они развиваются благодаря войне. Штаты были созданы для войны, их создавали для этого. Основная цель Соединенных Штатов Америки – это с кем-то бороться. Неважно, с кем, мы не будем сейчас это дело уходить, иначе будет бесконечный дискурс. Разговор о том, что нам вполне ясно, что это загомунково с такой, откуда он там вылупился, почему он такой, тернозавр, зеленый, так сказать, неприятный, с длинными когтями. А мы, тем не менее, тоже, воленс-ноленс, хотим-не хотим, как правило, начинаем меняться только под давлением чего? Первой мировой, Второй мировой, холодной войны, окончание холодной войны, переход уже к нашим временам Владимира Владимировича. То есть каждый раз это конфликт, так человечество устроено. Мы живем на пирамиде насилия. Моя любимая пословица, но так она и есть. Брикс. Брикс, на самом деле, это о войне. Это же совсем не о мире. Потому что, если вы на сегодня посмотрите английскую прессу, английчане, в данном случае, умнее американцев, американцы им вторят и идут в кильваторе, в хвосте, так вот, вы легко обнаружите, что Брикс – это инициатива Владимира Владимировича о создании, так называемого Брикс-бридж, единой валюты, некоторые даже смелые в голову начинают говорить криптовалюты, ну, крипто, не крипто, это же другой вопрос, некого платежного средства, единого для Брикс. Вот и все. Знаете, прямо как по тому самому анекдоту, где открывает человек двери, ему говорят, это я твоя смерть. Он говорит, и что? Она ему отвечает, и все. Потому что, если есть единая валюта, тогда обесценивается то, что американцы сделали, самая большая профанация, самое большое прохиндийство в истории, которое почему-то никто не думает. И сейчас опять всем русским людям, русским, я имею в виду, кстати, и советским, всем будет очень сильно, ну, неприятно, наверное, параллельно, из песен слова не выкинешь, мы погубили, мы пожертвовали, мы не погубили, мы пожертвовали 30 с лишним миллионов жизней во Вторую мировую войну для нас Великого Отечества, ну, включая там до Японии, когда дошли уже Вторая мировая, да? Так вот, результатами, плодами того, что сделали мы, воспользовались другие. Ну, посмотрите, совершенно очевидно. Я сейчас про экономику. Мы получили разрушенную страну, согласитесь, мы получили разрушенный соцлагерь, как когда-то говорили, то есть страну Варшавского договора, мы получили массу стран Центральной Азии, и Африки, и Латинской Америки. И все скажут, и что, это совершенно замечательно? Нет, ребят, с точки зрения экономики, это незамечательно, с точки зрения экономики, это обременение, которое легло на плечи наших с вами дедушек, Александр, весьма малочисленных, потому что их просто выбило поколение войны, которые должны были строить страну, которая вообще до этого никогда не существовала, у нас же не было до Второй мировой, такой страны, которую мы сейчас видим вокруг, которая восхищается иностранца. Ее строили, строили, строили. Развивать экономику, промышленность, индустрии, и плюс к этому абсолютно безвозмездно, я же потом сказал, Варшавский договор, развивать вот этих всех паразитов, вот я не постесняюсь сказать, паразитов, включая Венгрию, Чехию, Словакию, ГДР, всех подряд, а также внутренних паразитов, которые обсели организм плотно, Прибалтику все это, извините, все эти вымираты нынешние, строить дороги, строить мосты, строить электростанции. И дедушки несчастные в одних галифе, в одних гимнастерках, с беломориной в зубах, так сказать, я не знаю, так сказать, на последнем издыхании строили, пройдитесь по московскому интерпретенту, станции того же военного поколения, отправляйтесь куда угодно, там, вплоть до самой дальней части Сибири, те же самые сталинские портики, сталинский ампир, та же архитектура, то же поколение, и везде одно и то же. А что говорили африканцы? Мы приходим к Бриксу, это на самом деле все про Брикс уже. Африканцы говорили, давай, русские, ну, советские русские, для них с тобой были синонимы, такие смешные люди, ты им расскажи моральный кодекс в Совете коммунизм, а он тебе танк подарит. Все сказать, ребят, а вы случайно не охамели? Один танк стоит, там от двух миллионов до шести миллионов из современных цен, брать какое-то хорошее танк, ну, там, и какое-то старье. Мы просто дарили, 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 отдавали, плотину Насару строили, строили в Египте, везде все строили, в Сирии строили, всем строили безвозмездно. Приходит Владимир Владимирович. А что Владимир Владимирович говорит? Он говорит, фразы, которые все очень забыли, между прочим, я менеджер, я управление страны, я подсчет уложили, получили, сделали, и что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем в Россию, вошедшего, ну, давайте говорить, уже фактически, де-факто, вошедшего в четверку сильнейших экономик мира. Да, скоро в тройку, я думаю. И скоро будем в тройке, и это есть фактически то, с чем мы с вами пришли вот с этим самым рюкзаком на Брикс. То есть мы пришли всем, чего-то с ним не вернуть, потому что никто не ожидал, это вообще что-то неописуемое, англосаксы, я же говорил про англосаксинскую прессу, нет, вот эти замечательные люди, это слово заменитель, понятно, да, они все ожидали. Они же знают, знают кошка, чью сало съела, они знают, чью победу они сточили, они знают, что они пожертвовали 200-250 тысяч жизней, ну, это я про их выску хваленую, про ЗНД, про марш от Атлантики и до Берлина, только чтобы успеть, 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 знаете, прям джогинг бежали, а то вдруг русские успеют сами первые до Франции дойти, дожидали. А потом поделить пирог, и поделили, и получили. А теперь они понимают, знаете, что они понимают? Я вам сейчас вспоминаю лорда Приммерстона, он сказал, как же сложно жить, когда с Россией никто не воюет. Если Россия сейчас не будет воевать, если Иран сейчас не будет воевать, если еще Китай втянется полностью в нашу логику, мы тогда получим, ну, действительно, рывок к звездам. А нельзя этого, им совсем этого нельзя нам позволить. И обратите внимание, спускаемся с вами за овощных высот, с империев, так сказать, вниз, вот так вот вертикально, до Углидара, хотите, до Артемовска, хотите, до Мариуполя. Мы что получаем? Мы получаем несчастное население, остатки населения, груды, щебня, совершенно разбитые в хлам предприятия, и опять все восстанавливают, восстанавливают, восстанавливают. На мой взгляд, это яркая картина того, только в мега масштабах, и 100 единиц помножить, то, что мы имели после Великой Отечественной. И фактически англосаксы стремятся нас вергнуть, применять приблизительно ту же самую бездну, в которой мы были. То есть тогда мы никуда не рванем. У нас по-прежнему тогда будет один русский инвалид, одноногий, и 25 баб в колхозе, который будет пахать днем и, простите, каким-то образом обеспечивать беспроизводство народа населения ночью. Так было. Потому что просто физически не было мужиков, и не было деревень, и все выбило, и все уничтожили. Вот мы этого с вами не хотим. БРИКС. Но БРИКС, это не только про то, что мы уже победили в той экономической логике, о которой я сказал. То есть мы смогли сделать, удержаться большой войны, позволить своему населению жить в ситуации мира. Давайте глянемся вокруг. Какие у нас улицы, какое у нас все. А я постоянно езжу, это же не только в Москве, даже и в Петербурге, и в Екатеринбурге, и где угодно, и в Сыктывкаре. Только что вернулся из Челябинска, до этого был на Северном Урале, в Югре. Везде одно и то же. Ну так вот. Но есть и далее. Так как Путин менеджер, то он говорит, у меня есть некая динамика, развитие, поступательное движение. Он предлагает единую валюту, и который фактически тот самый нож острый, убивающий англосаксонское видение мира. Вот так. Включая даже необходимость вести войну. То есть это дедоларизация. Дедоларизация экономики. А мы с вами кратко с головками для знающих людей все понятно, расписывать не будем, потому что это ясно. Смотрите, Рузвельт сразу после Ялты, что у нас происходит? Нефть в обмен на безопасность, штыки в обмен на нефть, еще так называется. Формула прихода к власти Сеудов в Саудской Аравии, создание Саудовской Аравии, и после этого нефть гарантирует фактически курс резервной валюты доллара, а доллар нефти. Нефти доллар. Это результат Второй мировой войны. На наших костях, на нашей крови. Мы не получили ничего, не получили все. Это заканчивается. И тогда будет валюта БРИКС. Валюта БРИКС, возможно, криптовалюта. Почему криптовалюта? Ну, хотя бы частично, потому что я знаю, знаю хорошо от нашего Центробанка, я беседовал со специалистами, что, в принципе, мы готовы к запуску, ну, вот такой, скажем, нематериальной формы валюты под названием рубль. Будет ли это рубль, будет ли это юанит, на самом деле, абсолютно неважно. Даже думаешь, скорее всего, будет не только рубль, и, скорее всего, прежде всего, не рубль, но это будет. А почему? Знаете, когда побывал в Улан-Удэ, в Братск, не так давно, приблизительно 4-5 месяцев назад, в компании с Клинцевичем, другими замечательными людьми, так вот, видел очень много предприятия майнинга. Потому что майнинг, он, это и есть процесс, функция криптовалюты, функция майнинга, связан с дешевым электричеством. А, соответственно, у нас эти предприятия, они везде по майнингу. Электричество дешевое. А почему дешевое? Атомные электростанции и гидроэлектростанции. Для тех, кто экономикой плохо владеет, напомню, гидроэлектростанция самый чистый и самый, я бы сказал, безубыточный источник производства электроэнергии. Вообще энергия, она безубыточная, но, скажем так, что там накладные расходы минимизированы. А если брать атомную электроэнергию, нашу, нашу, не чужую, то в эпоху создания реактора прорыв, работающего вообще без отходов, такого нет в мире. Французы нас сточили, технологии? Ну, очень много. Прямо в французском телевидении два дня назад он говорил напрямую, сказал, вы же нас забрали, часть нашей технологии. Они говорят, вы знаете, да, нам было очень сильно надо. Я говорю, ну, давайте, не будем Польку-Бабочку танцевать, вы просто взяли у нас наши мозги. А теперь брать не можете. И вас это очень сильно травмирует. Так вот, мы уже пошли дальше. Наши реакторы вообще безотходны. Чистейшее производство, берете отход от реактора, грубо, снова заряжаете в реактор, пережигаете в печи, получаете дополнительный КПД, после этого, пожалуйста, там просто нету отходов, нечего даже хоронить. Хотя только мы, между прочим, умеем перерабатывать отходы от реакторов предыдущего поколения. Научили французов. Американцы вообще не умеют. Вестингхаус просто не умеет этим вещами заниматься. Если будет криптовалюта, Россия там получает действительно одно из первых мест. Ну, можно по зонтикам в Китае, мы совершенно не против. Еще одна интересная очень вещь. Смотрите, вы сказали, я ничего не забыл, а что такое за изоляция, когда к нам приехали люди, представляющие приблизительно 40 с хвостиком процентов населения Земли. Да. Правильно? Если не больше. Если посчитать с теми, кто хочет, то будет больше. Да. То будет больше 50. Ну, так вот, а тогда у меня следующий вопрос. Ребята, а вообще-то не просто кто-то кого изолируется, а нам ООН нужна? А ООН это о чем? Это про что? Знаете, я читал мемуары наших советских дипломатов эпохи создания ООН. Ну, во-первых, то, что я прочитал, и то, что касалось, ну, допустим, воспоминаний Андрея Дрича Громыкова, мы тогда не могли ничего диктовать особо американцам. Мы победители, мы люди, которым обязаны весь мир, мы, которые победили нацизм, сломали вот так вот хребет, мы были вынуждены, почему? Потому что штатная бомба, все понятно, 45-й год, у них есть, фактически, уже на момент тогда, когда обсуждалось о создании ООН, и на 45-й год, когда окончательная победа, а у нас еще нет. И там тоже, конечно, такие виртуозы работали, титаны. А с другой стороны, экономика-то у них целая, неразрушенная, логистика-то мировая вся, потому что морские дороги, а наши что? А у нас вывернутые карманы после войны, то, что мы сейчас с вами в первой части беседы, в принципе, немножечко разобрали. И результат какой? Я же сказал, что я сейчас докажу, что это вполне наглядно. А в результате, обратите внимание на географию, ООН угнездилась в Нью-Йорке. Из какого такого перепугу мы позволили американцам у себя захостить организацию мировую, потому что мы победители. Кстати, первое совещание ООН, заседание, совещание были с Сан-Франциско по созданию, а первое заседание ООН проходило в Европе. А потом, видите, американцы сдвинули стрелку на ту сторону Атлантики. А мы были вынуждены согласиться. И дальше нефтедоллар, и все то, что мы с вами сказали. Теперь, беру материалы о последней сессии МИДа и Минцифры. Там очень интересные были доклады не у ВШ, высшей школы экономики, что ООН фактически вместе с Гутеррешем играет на стороне по-прежнему американцев. Если посмотреть освещение событий, то именно на сайте ООН и на личной страничке X, бывший твиттер, Гутерреша, подача информации идет ровно и всегда в ключе против России. Конечно. Не расшифровывая. Знаете, самое интересное, если вы берете там организацию по ограничению и запрету химического оружия, да, в ЗХО, то нет, это не так. Они больше издают по-английски, но все это нейтрально, да? Если там берете еще один сайт, тоже вроде под шапочкой, под эгидой ООН, нейтрально, а вот личный конкретный сайт ООН и лично он, Гутерреш, у него фактически, ну не рософобство, а антироссийский настрой. Я опять докажу открытыми источниками, даже без НИОВШ, тогда, когда была Буча, безобразнейшая история расстрела людей, которые нам помогали фактически в пригороде Киева, они же были с повязками нашими, а потом украинцы устроили из этого страшную провокацию и обвинили нас, что мы их расстреляли, а у них повязки людей, работавших с нами, с нашими солдатами, то есть там все вполне было очевидно. Антифейк, наша программа Первого канала это рассматривал во всех деталях. Первое, что сделал глава ООН, неуважаемый лично мной, взгромоздился на кафедру менее чем через 24 часа и обвинил во всем России. И срочно Википедия дал соответствующее интервью. Все, ясно, ты подлез, с тобой говорят не о чем. Возникает вопрос, нам ООН зачем? Кстати, сайт ООН смотрит 1,5-2 миллиона человек где-то в какой-то отчетный период. Ну, как я понимаю, не в день, а где-то в месяц. Мне возникает вопрос. А вы знаете, я вот блогеров знаю, у которых подписчиков 1,5-2 миллиона. Наших русских, просто блогеров нормальных. Я даже так по-своему почувствовал, что где-то сопоставимо то мне в телеграм-канале маленьком подписчикам 114 тысяч. Я думаю, ну вот где-то одна десятая фактически ООН. Получается, организация непопулярная, организация ненужная, вредная, американо-фильская, русофобская и не отражающая нынешнюю экономическую специфику. И к БРИКС. БРИКС сейчас для меня это прообраз новой организации объединенных наций нашей евразийской. То есть всего лишь навсего мы заканчиваем то, что дедушки не смогли тогда сделать. Знаете, наверное, Александр, то же самое, что с нацизмом. Тогда его же не добили, я про бандерцев. Мы его добиваем сейчас окончательно, просто под землю взрываем. И то же самое с точки зрения экономики. Они решили стащить плоды нашей победы, а мы вместо этого сейчас им, ну, грубо говоря, пропишем ИЖИСу. То есть покажем, что действительно Евразия правит миром. Кстати, ИЖИ геостротег МакКиндер это дело утверждал. Геостротегия наука, конечно, неприятная, но тем не менее лорды в лице МакКиндера и прочей англосаксы всегда это признавали. То есть центр мира это Урал. Серединная земля срединного континента, а серединный континент это Евразия. Вот Евразия теперь и будет диктовать погоду всему миру. Китай, Россия, Индия, мусульманское сообщество. И заметьте, Казань. Еще одна интересная вещь. Знаете, как они засуетились? Я сейчас тоже скажу вещь нетривиальную, которую фактически не рассказываю нигде и никак. Ну, раз так что на лекциях. Дело в том, что когда Ватикан прознал, а они очень умные, фактически, это мозговой трест всего западного мира, о том, каким образом сейчас Владимир Владимирович начал сдвиг на восток всей тематики, то Папа Римский вы как засуетился. Он два года назад слетал как раз в Татарстан. Год назад, в 23-м году, он побывал в Монголии. Он неожиданно стал делать заявление, что ему очень нравится татаро-могольское иго. Так и заявил, заявил, я ничего не перевираю. Ну, он просто сказал это по-латыни. Он сказал, мне очень нравится пакс-монголика. То есть, пакс-монголика, но термодипломатически, средневековое устройство мира, как вы понимаете, в западнике, когда было татаро-могольское иго. Почему я об этом сейчас говорю? готов спорить с кем угодно, но не будем числовать копии, не было в том самом виде. Если оно было, то ряд вещей русской истории абсолютно не объясним. Но в данный момент то, что мы именно в Казани, в Казани проводим форум, как раз доказывает, что фактически русские не делали ставку на Москву, на Петербург, как в эпоху евроцентричности Романовых, которые, ну, прежде всего были, давайте говорить, кровяные немцы. Ну, и просто по крови были немцы. Романовы, Гавштейн, Гаторский, Кошкин и Захарина, и на самом деле более чем на 80% последнего поколения в чистые немцы. Поэтому их волновали и Дания там, и Гавштейн, Гаторские края. Нет. Мы и вразийской цивилизации, которая построена, в принципе, титульными народами России. Этих народов не два, естественно. Основные русские татары. И я люблю вспоминать, что Афанасий Никитин «Хожение за Треморья» писал, между прочим, и на русском, и на татарском свое хожение. То хожение в поле Ники, которое хранится в Ленинке, оно написано на двух языках. Не на одном, на двух. Мы знаем, что это на русском языке и на русском и на татарском. Он был полностью двуязычным, потому что в Золотой Орде владели языками международного общения русским и татарским. Или татарским и русским, без разницы. А плюс к этому все те, кто далее стал создавать, присоединяться, потому что на самом деле они всегда были членами Золотой Орды. Золотая Орда очень старое государство, понятное дело, доходило до Китая, фактически захлюстывало исключительно. Почему я об этом говорю? То есть Золотая Орда это была некая, ну как бы сказать, экономическая целостность территории, путей, магистральных путей сообщения, которая, ну я вам скажу честно, командовала среднековым миром. Кстати, самое безопасное в государственном мире было. Ну от упору и в те времена. И русские, татарские говорили на них, представляете, на каких пространствах. А я как специалист французского языка вам скажу, что мне достаточно отъехать на 400 метров от Парижа, там будут говорить уже совсем на другом языке, на Провансальском. А поют на Север выгодят на Голландском. Ну вы сами понимаете, сейчас Европу знают все, поэтому это конечно дар Божий. А на самом деле наследие наших предков, уж тех предков, даже не советских, уж совсем из эпохи Средневековья. Поэтому мы сейчас продолжаем эту традицию. Мы не даем вбить клин, любимый прием англосаксов, их оружие играет на этнических, вы знаете, вот этих всех противоречиях. Там Дагестанцы должны быть отдельно от России, Азербайджан это что-то такое, что вот надо куда-то прилепить от кого-то отлепить что-то сделать, ну логика ясна, я ее не продолжаю. Потому что более внутри России это делать. И я недаром сказал, потому что я знаю, о чем я говорю, что такое некоторые организации класса ОТГ, организации тюркских государств. И почему ОТГ под эгидой старшей организации по названию НАТО и конкретно по во многом указке МИИ-6 имеет какие-то далеко идущие планы касаемо в том числе и российских территорий. Якобы под культурный и какой-то там еще другой эгидой. Могу отдельно об этом рассказать три часа, не буду, говорим сейчас про БРИКС. И просто отмечу, мы это заметили, мы это по-восточному нейтрализовали, абсолютно ни с кем не фехтуя, а просто показали. Да, у нас масса совещаний, которые мы проводим на минуточку на территории Казахстана, а сейчас форум БРИКС не в Казахстане, в России, но в Казани. Это означает, что Россия себя мыслит как держава, которая потихонечку становится именно евразийско-центричной. Поворот на восток осуществлен от наших западных границ. Подмечу одно, когда мне задают вопрос, где будущее, я очень многим советую, но если у людей хоть как-то связанная с этим судьба, биография, языки изучаемые, подумайте серьезно о Владивостоке, подумайте о Хабаровске, просто по той причине, что там будущее, если вы относитесь спокойно к тому, что не жить только в Москве, хотя Москве четырех поколениях, то просто вы смотрите в ту сторону, там работа, там будущее, там безопасность, там много чего еще другого. Так что, получается, БРИКС не имеет никаких альтернатив для нас. БРИКС фактически для меня является, помните, по ком звонит колокол, тем самым похоронным звоном по системе ООН эпохи Берлинской, Подздамской, точнее, конференции, и договоренности Ялтинской эпохи, и ООН фактически означает, что Россия будет развиваться совсем иначе, и никакого статус кво анте, то есть возврат к тому, что было до, уже никогда не будет. Это тоже очень важный нарратив, наверное, я уже в качестве постскриптума добавлю к ответу. Знаете, Александр, очень многие, даже не из моего поколения, несколько 56 лет, ну, может быть, я сказал бы, из вашего поколения, даже часто люди, 25-летние, они считают, что, ну, мы сейчас повоюем, мы договоримся, и все будет нормально. А что значит нормально-то для них, что значит нормально? Ну, это все будет, как вот, в Венецию будем ездить, там, на Хоста-Брава, Хоста-Дорадо загорать, правильно, да, так сказать, вот, в Великобритании детей образуют, я сейчас не буду говорить, как это плохо, по мне это не как, потому что я воспринимаю мир, какой он есть, сквозь прицел автомата, мне совершенно все равно, какой мир, я его каким вижу, таким и пою, так вот, нет, не будет, просто потому, что это никогда уже больше не вернется. И знаете, самое интересное, я закончу с Сальвана, вот тот самый советник по национальной безопасности США, который сказал, что, если мы, цитирую Сальвана, если мы потеряем Киев, мы потеряем всю Европу, а Сальван не дурак, он так же, как и Мишель Тодд, французский философ, понимает, он сказал, это та битва, это та битва, из которой кого-то вынесут обязательно пятками вперед. То есть, тот, кто сейчас вот на Украине и на некоторых других фронтах, если о них говорить, пока не буду, тот, кто там победит, экономически победит сейчас, вот он не просто будет править миром, тот, кто проиграет, не будет иметь вообще места на земле. Европа будет, как я, ты говорила, она пророчица, звали Ванга, холодненькой, маленькой, обездоленной и покинутой. А кому охота знать, о чем я сейчас говорю, ну, я просто вам книгу назову, а кому охота, тот почитает. Александр Мосякин, ислам, двоеточие, от пророка к еврохалифату. Говорить пока на эту тему не буду, мне кажется, уже все ясно. Если вы сейчас в поисках интересной элитной недвижимости, компания Ваноско готова прийти вам на помощь, потому что сейчас очень много неочевидных интересных предложений, например, квартиры с отделкой по цене старта продаж, квартиры в закрытых продажах, которые вы имеете на Циане или еще где-то, потенциальные старты продаж и старты бронирования, которые еще официально не запущены, но у нас уже есть информация, как у крупной компании. Если для вас актуальна покупка недвижимости, ставьте видео на паузу, опускайте в описание, там есть мои личные контакты, пишите топ-5 предложений и в день обращения наш брокер под ваш запрос отправит все варианты и вы станете обладателем классной квартиры мечты. Действуйте. Вы подвели к тому, что появилась ли за полгода такая определенная динамика, увеличивается она, уменьшается, все идет плюс-минус по сценарию, о котором говорят многие прогнозисты. То, что происходит на фронте и то, что происходит параллельно с точки зрения экономики, есть какие-то взаимосвязи или, может быть, наблюдения, которые вы заметили, например, недавно? Я бы отметил так, что мы не торопимся. На фронте все происходит так, как надо. Поверьте, сейчас не будет спича в стиле урака-бура. Все замечательно. Ясно говоря, звезды над Кремлем. Надо России всегда ясное небо. Ты сейчас знаешь, что военное количество моих недоброжелателей всяких там кибер-троллей скажет «А, над Испании ясное небо, точно есть какая-то коннотация». Ребята, успокойтесь, выдохните и слюни подберите. Такое в том, что я говорю совсем другое. Понимаете, я не могу сказать, что как-то по-собачьи верю Владимиру Владимировичу, так сказать, или вижу, что если впереди человек, который там облечен нашим доверием, то все будет хорошо. Я вполне готов проанализировать. Ну, по принципу, наверное, даже протестантов сначала понимать, потом верить. Хотя как православный, если человек верит, потом понимает, но это уже религия. Так вот, здесь, на земле, картезианский в стиле Декарта анализ очень простой. Я предлагаю, прежде всего, задуматься, что мы на поле боя имеем дело по обе стороны фронта с двумя типами русской логики. Украинцев русская логика, и у нас русская логика. Но украинцы исповедуют нашу логику предыдущей эпохи. Я имею в виду то, что украинцы сражаются по-сталински. Ну, я люблю давать иногда такую картинку, знаете, такой имаджизм, скажем так. Помните, наверное, вот такой нарратив любой ценой до заката, там, не знаю, или до восхода захватить какую-нибудь там наверную высоту и держать ее до последнего солдата. Так воют украинцы. Это предыдущая эпоха, которой предатель Сырский, он предатель, потому что он приносил присягу в Советском Союзе, и он человек родом из Владимира, у него там мама живет. Офицеры, которые с ним стоят с стороны фронта, они по ту сторону, как говорится, добра и зла, они вот именно так кидают батальоны в огонь и сжигают их. Так было. В свое время люди, которые нам противостоят, говорили, «А, в Советский Союз всех закидал трупами». Это не так. У нас были, конечно, великие полководцы, но и все-таки сражались мы на таких фронтах, которые даже сейчас представить себе очень сложно, уму неописуемо. Абсолютно. Смотрите, сейчас мы сражаемся, не даром же мы с вами начались с экономической темы, сейчас мы с вами сражаемся, как люди рационально мыслящие. Даю еще одну картинку. Берете военную хронику, любую, неважно какую, и смотрите, как сражались наши дедушки. Хабе, ну, гимнастерка, какой-то, ты скажешь, там, ватник в холодное время года, там, ушанка или, не знаю, пилотка. И, как говорят татары, алга-лга-лга-лга, пошел-пошел-пошел, вперед. А сейчас вы солдат, знаете, потому что я на фронте часто бываю, ну, вот, допустим, вы какую-то часть отправили, выполнили боевую задачу, какую-то поставили перед командиром части. Я говорю, так, а что-то мне плитнички-то завезли китайского производства, там, со 100 метров мы сделали испытание, так сказать, по ним стрельнули, а плиту-то и разбило, так сказать, вот, а боковины не защищены, а весу этих, так сказать, вот броников там по 12 кг, а каски стальные не кевларовые, для тех, кто не понял, кевларовые держат автоматную очередь и с покассетной, естественно, не в лоб. Вот, ну, вы поняли логику. То есть, теперь люди, наши люди, без дронов, без брони, без нормального обеспечения, ну, не то, что не хотят сражаться, не выполнять задачу. Пример, что было в Курской области, где необстрелянные зеленые призывники оказались под ударом натовских отборных частей. Да. Ну, так вот, ну, нет, это выполняют. Но тогда, когда речь идет именно о плановом, нормальном, ну, я бы сказал, вот таком боевом будне, они говорят, нет, нет, ну, подождите, давайте разберемся. С логистикой, снабжением, со второй линии фронта, с безопасностью, с массой вещей. То есть, это называется сражаться по уму. Почему? Солдат стоит дорого. И потом, мужчин у нас не так, чтобы много. Немцы, немецкие социологи, впали в шок. Они реально написали, там, вот, есть такой немецкий социолог Хайнзен, он придумал, так называемый военный индекс. Военный индекс, это количество мужчин в возрасте 15-19, относительно мужчин в возрасте 53-59. И получается так, у нас индекс, у нас, у россиян, это 0,86. Означает, что на тысячу мужчин в среднем моего возраста приходится только 860 юноши. То есть, это нация, у которой, ну, проблемы с рождаемостью, с демографией. И вот, ясно, что украинцев гораздо хуже, потому что было 42 миллиона человек, осталось, даже по подсчету Зеленского 21, то есть, за 30 лет полстраны потеряли. Я, правда, считаю, что не 21 на 19, но это уже, как бы, совсем вкусовщина. Так вот, дело в следующем. Немецкие социологи говорят, ну, как же так? Две умирающие страны, они берут демографические, это нонсо, сражаются между собой, сражаться должны страны, у которых индекс, как минимум, два. Как Турция. У Турции 2000 юноши на 1000 бойцов моего возраста. Как Узбекистан, индекс 2,6, 2600 молодых людей на 1000, скажем так, сеньоров. И для немцев это является неким признаком того, что будет война. Заметьте, страны ОТГ в среднем имеют все, индекс выше двойки. А тут Россия и Украина. Нет, нонсенса здесь нет, просто нельзя все, свадьбе демографии. Но так как Россия понимает, что людей-то не так, что сильно было много, мы каждого солдата реально обязаны и будем беречь. А по этому поводу наступать надо медленно, неторопливо, обеспечивать точки прорыва. Такая выматывающая тактика получается. А, там не только выматывающая, Александр, тут просто быстрее я не могу рассказать, потому что тут, видите, сразу несколько аспектов, все они очень сильно важны. Еще один важный аспект, очень важный. Во-первых, все-таки это не некая операция в компьютере, не симуляция боевых действий, в программе, не знаю, War, там что-то такое, не знаю, мир танков или что-то подобное. Когда мы начали боевые действия, конечно же, это была виртуознейшая авантюра с военной точки зрения. 200-250 тысяч штыков против армии в 600 с лишним тысяч штыков украинская армия, воюющая в своей метрополии, украинцы все-таки воюют в своей метрополии. Да? Да. Поддерживаемая 64-мя странами, 32 страны НАТО, 13 стран, 13 стран со статусом МННА, привилегированного партнера НАТО, не член НАТО, и еще страны, стремящиеся к этому статусу и, соответственно, помогающие, подтаскивающие, как говорится, что надо к фронту. И мы. И получается, что мы за эти два года не только смогли освободить 20% территории бывшей Украины, но в том числе развить армию с 250 тысяч, довести ее до более чем миллиона, а сейчас она скоро будет 2 миллиона, и в то же самое время развернуть военную экономику. На это нужно время. Моя любимая пословица, я ее нередко использую, собрать вместе 9 беременных женщин, за месяц они ее родят. То есть 250 тысяч бойцов не могут породить за, не знаю, за полгода, и только украинцев бывает с военными комиссарами, миллион на фронте. Ну, породите миллион на фронте, как говорится, после первого сражения попадете в ступор, просто потому, что ясно, что будет после артобстрела, которому человек не готов, и какой работы он поднять уже не будет. Ну, боевая слаженность, умение пользоваться оружием, сложнейшим, кстати, часто, не только мотострелки, но и другие рода, виды войск. Ну, так вот, мы смогли не только за эти годы нарастить состав, мы смогли отработать очень много новых тактик, допустим, линии Суровикина, условно так называемая, глумина 60 километров в обороне, и ведем преднамеренные обороны. Это кампания 23-го года. Украинцы рвались вперед, мы могли перейти по встречному наступлению. А зачем? Мы использовали, на самом деле, стратегию, развили ее творчески, эпохи Курской битвы, Вторая мировая война. Там же тоже могли переходить наступления, согласитесь, но они позволили немцев наступать, потому что, естественно, наступления те теряли гораздо больше, чем в обороне, а потом, когда те выдохлись, ударили, как говорят, со всей мочи. А здесь мочи не будет, мы доработали. Мы неторопливы, знаете, на что-то похоже, на паровой каток, тяжелый. Мы пошли перемалывать и катиться вперед. Пока, говоря о ситуации, проходясь по четвертым точкам, смотрите, временский выступ, ситуация держится без изменений. Район Херсонской области пока без изменений и Черное море, сейчас я рассмотрю отдельно, если брать центральную часть старой дуги фронта в 1200 километров, то идет не просто активная боевая работа, а, я имею в виду, Донецк, район Донецка. Донецк. А мы отодвинули линии фронта уже на 40 километров от Донецка, продолжаем ее продвигать вперед и в данный момент просто рвемся на Покровск и на то, чтобы, вот, наступление сейчас идет в Курахово, в том числе, зашли со стороны северо-востока на Кураховку, пригород Курахово, взяли Звездные прямо в данный момент. Почему? Мы рвемся перерезать основные пути коммуникации, которые позволяют украинцам снабжать фронт на Донбассе. Как только мы даем до трассы, которая идет от Покровска в сторону Днепропетровска, для украинцев Днепро и далее на север, там не только есть две таких трассы, которые, как только мы возьмем Торецк, то считайте украинцев просто, ну вот, есть человек и тело, если я перережу сосуд магистральный, но оно просто омертвеет, потому что физический фронт будет без снабжения. Вот что мы сейчас делаем и делаем успешно. В день продвижение достигает двух-трех километров. Не каждый день, естественно. А какие прогнозы? Что именно в следующем году будет происходить? Потому что там, допустим, ну, все говорят, понятно, сейчас октябрь-ноябрь очень активный, потом зима. Какие потенциальные опорные точки, ну вот кроме Покровска-Торецка, которые могут быть важными вообще в ходе всей операции? Александр, вот опять, здесь есть, на мой взгляд, анализ, который у многих людей строится на реалиях уже ушедшего эпохи. Я знаю фразу, что война заканчивается переговорами. Но я не даром там абсолютно не лил воды, сказал, что это не тот случай. У нас идет экзистенциальный конфликт. То есть, я не представляю себе переговоров, где заключенные концлагеря вступают в переговоры с администрацией концлагеря. Значит так, печи закрываем, деньги платить за труд, все так сказать, и давайте как-нибудь какой-нибудь план сожительства с СССР. Но не бывает переговоров, их не будет никаких. Это в том случае, если будет по идеальному сценарию. Я понимаю, я реалист, я убежден, что в тиши неких тайных кабинетов сейчас идет обсуждение, что русские все равно дойдут до Днепра. Так наши оппоненты считают. Мы так или иначе дойдем по простой причине. Многие говорят, что это есть цели, цели СО, собственно говоря, границы Днепра. Я сказал, что с военной точки, военно-оперативно сначала вам скажу. Дело в том, что когда падут, они падут, естественно, обязательно, я думаю, в текущем году, в начале следующего, Краматорск, Славянск и другие населенные пункты второй линии, там на самом деле совсем ничего. Первое, Украина лишится, она уже фактически лишилась коксующего угля, а без этого нет промышленности. Уголь Кордив, марка К, который производился сейчас на Красно-Лиманской шахте, на Красноармейской шахте, Запад номер один, мы сейчас подошли к этим шахтам, это фактически обрезать, я бы сказал, удар под дых украинской экономики, обрезать им все ресурсы. И далее там еще находится масса редкоземельных, включая литий, это под углидаром, много чего еще другого. А главное, после этого не будет никаких укрепрайонов, там заболоченные равнины, ну, заболоченные в холодное время года, которые идут уже без всяких укрепрайонов до Днепра в порядок направлений. То есть не только в центральной части, но там и центральная на север, и центральная на юг. То есть оборонять невозможно, неважно, кто будет оборонять, хоть марсиане оборонять, дело невозможно, они покатятся. Даже с них были бы сейчас очень сильные армии, а у них их нет в данный момент. И да, катятся до Днепра. А теперь он включал логику Макрона. Почему Макрона? А потому что Макрон, в силу того, что то, что у НАТО на уме, то у Макрона, как у драчка, всегда на языке. Макрон сказал то, что я поставлю пушки на высокий берег Днепра. Ну, пушки у него, кстати, хорошие, Сауд-Цезарев, великолепное орудие, лучше, чем немецкий панцерхаобица 2000. Поставлю солдат, но ясно, что у него на НАТО, и никогда русские не сумеют форсировать Днепр. Конечно, никогда не говори никогда, понятно, но я, как нередко об этом напоминаю, люблю энциклопедию Великой Отечественной. Подкрыл, посмотрел, понял. Тогда погибло не менее 300 тысяч бойцов наших при форсировании Днепра. Я не думаю, что в данный момент при наличии дронов, тяжелой артиллерии и прочего, и прочего, сейчас как-то стало с этим вопросом легче. Мы все-таки, не Советский Союз, не с точки зрения отношений с человеческой жизнью, мы с вами вышли, рассмотрели, ни с точки зрения демографических ресурсов. Мы не можем себе позволить потерять, даже социально не можем. Мы не можем себе позволить 300 тысяч гробов. Это понятно. Теперь я вам скажу еще одну вещь, что это не смотрелось так, ну, однозначно. Вот я могу очень аккуратно, сейчас я иду по тонкому льду, пусть домыслить все те, кто захочет домыслить, но поверьте мне, операция в Курске может послужить к вячеславе нашего оружия. То, что украинцы сделали в Курске, может для них настолько оказаться, ну, я бы сказал бы, даже не победой первой, а абсолютно неправильной военной инициативой, я не беру человеческую некую пропорцию, я беру как вот на поле боя, да, которое вылезет на них совершенно страшное поражение. Уже не там, а на, совершенно уже на своей, так называемой Украине. Понимаете? Пояснять эту мысль не буду. Но тут много нелинейных стратегий, все возможно. Так вот, ну, я сказал достаточно, кажется, умный поймет, объяснять больше ничего не буду. Теперь, насколько мы можем остановиться на линии Днепра? Вы же спросили про переговоры про следующий год. Еще раз, так как я реалист, а мир по моему хотению не строится, по ощущению велению, да, существует вероятность, что так называемая партия мира, я считаю, что это партия молодушных людей, я их не буду называть предателем, не буду кидаться великими словами, я не буду, как некоторые люди, кричать СМЕРШ и кричать, что эти люди обязательно какие-то предатели, что-то еще, нет, просто они или недальновидны, или малодушны, а малодушны, потому что говорят, ну давайте скорее мир, потому что мы устали воевать, и поэтому сейчас будет мир, и все будет в жизни хорошо, наконец-то, ну мы же получили такую территорию. Хорошо, два аргумента, очень важных, просто я сразу отвечаю на такую позицию. Первый аргумент, ну, во-первых, никогда нельзя делать то, что тебя хочет противник, противник от нас, в принципе, этого хочет, они, в крайнем случае, скрижища зубами, нам эту территорию уступят, что у них все равно останется более 50% в территории той самой бывшей Украины. И они, как я уже об этом не раз говорил, сумеют не просто продвинуть НАТО туда, они туда ведут контингент НАТО. А контингент НАТО сейчас все равно более многочисленный, чем наша армия, даже после ее увеличения. Я вам напомню цифры, и, кстати, никто не приводит, а я вам приведу. Контингент НАТО Европе, где собрать все армии, их сплюсовать, это приблизительно 2,4 миллиона человек. Наша активная армия это где-то миллион, миллион двести, миллион триста. Ну, доведенная до двух в пределах года, например. Да, я очень сильно надеюсь, мы все для этого сейчас делаем. Но имейте в виду, мы же про экономику одновременно говорим. Значит, это до двух, когда мы доведем, еще сколько сотен тысяч броников, довольствия, финансовых выплат, простите, устройства их семей, потому что эти люди ничего не производят, но они будут на войне, на фронте, они, боже упаси, будут ведь и погибать, возвращаться с трехсотами, желательно как можно меньше, что так было, конечно. Но все понятно. По этому поводу ясно, что экономика должна подрасти одновременно с увеличением такого чистого состава армии. И все равно это будет только два миллиона. Да, еще есть призывники, но мы же не будем наша молодежь, наше будущее пускать в бой на распыл. Не 41-й год как бы, да? А у НАТО в запасе еще есть 1,6 миллиона резервистов в возрасте до 35 лет, которые постоянно проходят сборы. То есть, по моим подсчетам, их армия встали от не менее 4 миллиона человек. Не думайте, что я говорю об абстракции. Кристофер Каволли заявил, тогда, когда Россия покончат с Украиной, мы, натовцы, будем иметь дело с сильной подготовленной армией. То есть, когда? Смотрите, когда и мы будем иметь дело, он уже планирует конфликт. Да. Уже запланировал, все уже есть. Факт, по сути. Я надеюсь, чем это могу вам привести, какое количество, так это говорил, я не буду форячиться поименно, но просто фамилию хотя бы перечислить, пожалуйста, Бойер, генерал, Фрейдинг, генерал немца, генерал Герхардс, немец, генеральный инспектор ВВС Бундесвера, Борис Писториус, министр обороны Германии, кого вам еще привести, Тадеуша, Мазовецкий, все они заявили, мы в ближайшее время будем готовы к конфронтации с Россией, прямой, открытой. Мазовецкий, я сейчас сказал, год назад, будучи премьер-министром, русский мир это раковая опухоль, которую надо безжалостно вырезать. Нормально? Если он не нацист, я папа римский. По этому поводу, ну что говорить, по этому поводу ясно, они готовы, они готовы к конфронтации. А мы готовы, а мы готовы к такому столкновению, вы скажете, они не будут воевать, не знаю. Я могу процитирую Германа Геринга. Герман Геринг в 1939 году сказал, близко к тексту, цитирую, по книге Нюрнбергский дневник, ни один простой работяга не хочет идти на войну, потому что от этого ничего не выиграет, в лучшем случае он вернется домой при руках, при ногах и в общем сумеет заняться своим сельским хозяйством. Но тогда я умею, включая такие термины, как патриотизм, как долг и как все остальное, чем обладает аппарат государства. Талантливый был подонок, умел манипулировать людьми. Я просто говорю это к тому, что нынешние-то они так же тоталитарно манипулируют своим населением. Заставят голубчиков, пойдут воевать, они же опутаны кредитами, они вообще ничего не могут в этой жизни. Всех забреют и отправят умирать. Умеют. Поэтому и не первый раз. Мы должны это учитывать. Вот такая опасность есть. Поэтому в лоб рваться вроде бы как не надо. Возвращаясь к нашей логике, вот если вся вот эта королевская рась окажется по ту сторону Днепра, а мы по эту, но ясно же, что рано или поздно Днепр перестанет быть границей, и они ее перейдут. А так как натовцы любят воевать во времени, у них есть такие замечательные направления мысли военно-стратегической, как доктрина ЛИОТ, которая предполагала, что можно добиться результата через 40-50 лет. И да, действительно, доктрина ЛИОТ от 49-50-го года предполагала гибель Советского Союза через 30-40 лет. Они этого добились. Это мы рассуждаем часто на один шаг вперед. Они умеют мыслить на десятилетии вперед. То есть нынешний результат для них великолепный результат. Пройдет 30-40 лет, их потомки двинутся дальше Дрангнах Остан. Так вот, получается, что нам сейчас всеми силами, прессингом, пятой колонной, массой лоббистов внутри нашей экономической системы будут доказывать, что ну куда нам? Давайте остановимся на территории переваривать, обстраивать, устраивать. Там еще людей надо как-то привести в порядок. Еще один аргумент. Очень интересный. Вы сейчас сказали, что вместе со мной 2 миллиона человек. Александр, наивный детский вопрос. А куда они денутся, когда мир начнется? Я знаю ответы некоторых наших, знаете, таких горе-квасных патриотов. Я так достаточно грустно улыбнулся, когда в машине сидя, послушивал очередного. Приведу близко к тексту одну передачу. Некоторые говорят, что мы не будем знать, куда поглотить людей, которые на противе. Эти люди, но ясно очень сильно плохие, нехорошие, а нафиг их придать, голову отчикать, как говорится, и в карманах спрятать. Давайте серьезно. У нас нету сейчас механизма эпохи сталинской советской России. Мы не можем сейчас людей отправить в трудовые армии, осваивать целину, строить город-сад, если вы знаете это стихотворение, через 4 года здесь будет город-сад, в тайгу кормить гнус, класть шпалы, а тех, кто будет сильно недоволен, извините, в трудовые лагеря. Было. Я не отрицаю. Из песни слова не выкинешь, но я ничего не отрицаю, и все-таки в советском периоде была и эта, как говорится, тень на солнце. Куда мы денем 2 миллиона человек? Это будет очень серьезная социальная проблема. Знаете почему? Она будет еще с той точки зрения, что сейчас эти люди, скажем откровенно, но мы их любим, они получают нормальные, хорошее удовольствие. Мы сейчас выйдем с вами на улице, вы видите, билборд висит, там написано 5 миллионов рублей в первый год военной службы, то есть, ну, контрактнику, да, так сказать, выплаты там, такие-то, такие-то, такие-то. Ну, это важный аргумент. Естественно, мы все патриоты, люди-то умирают своим здоровьем и рискуют и своей жизнью, но тем не менее, конечно, приятно, что мы о них думаем. Мы сумеем им в мирной жизни заплатить такие деньги? Нет? Сложный вопрос, да. А они вернулись, простите, они вернутся обратно к своим очагам, где они были токарями, пекарями, слесарями, где зарплата провинции стали 30-40 тысяч рублей, я ее знаю, я в провинции постоянно тоже езжу. А вот тоже большой вопрос, но они бы еще согласились и затянули потуже пояса, и мы все равно мы их будем на руках носить, они наши герои, но они скажут, подождите, подождите, а мы разве выполнили задачу, которую поставил Владимир Владимирович о полной деноцификации, демилитаризации Украины. Это социальное волнение, Александр. Это русско-японская война. Я беру настрой населения после окончания, да? И что там, не говорил в свое время и граф Плево, и все остальные, что, ну как же так, мы же смогли не платить контрибуции, и нога японского солдата не ступила на землю священной России нашей, так сказать, только там Сахалин немножечко взяли, все равно все общество восприняло это трагически. Мы не добились своих целей. Поэтому я считаю, что это будет вот точно первая победа, в данном случае абсолютно применим термин, который будет чреват следующей очень большой войной и продвижением НАТО далее на восток. Теперь, все-таки, Владимир Владимирович слова свои держит. Я согласен с одним самым коллегой из Госдумы, который прямо вчера мне сказал, Владимир Владимирович ни разу не не выполнил то, что он пообещал. Он сказал, полная деноцификация Украины, полная демилитаризация. Исходя из этого, получается, что воевать придется дальше. Нам не нужны переговоры. И запад переговоры видят только по принципу «Мир есть война». То есть, для него сейчас логика мира. То есть, передышка на год-два. Передышка для быка. То есть, набор сил. Еще, чтобы мамки нарожали новых солдат, которые сейчас короткие штанишки все за партами. Ну, смысл, нарожают то поколение, а это пойдет уже как бы через Гитлер-югенд, Укра-югенд, так сказать, пополнять ряды. Ну, можно Польшу еще подтянут, там, кого-либо еще, боевать против нас. Организуют очередные ЧВК. И начнется диверсионная работа по Южному Кавказу. Она, кстати, уже идет. Мы с вами видели Дагестан. Напомню вам еще мадридскую конференцию НАТО от июня 2022 года о том, что они создают и за полгода, которые мы с вами не виделись, они очень здорово продвинулись. Они прекратили ротацию вооруженных сил в районе Прибалтики и приступили к накоплению контингента полностью в соответствии с тем, что мы с вами пока еще, как их планы, обсуждали полгода назад. Видите, они нас не обманули. Они нам пообещали, они выполняли свои обещания. И накопление контингента приведет к тому, что у них Финляндия полгода назад это еще не было, Швеция устроит нам блокаду Калининградской области. Турцию все-таки склонили, да. У нас замкнут в слепой кишке, простите, район как раз наших портов от Петербурга до Луброга. А что дальше? А дальше Арктический регион, который тоже для нас является нашей зоной, нашей. Поэтому... Северный морской путь и это вообще стратегический правильный. Северный морской путь, Александр. Ой, вы вот опять затрагиваете очень интересную логику. Смотрите, дело в том, что мы в свое время сами были повинны в том, что произошло. Потому что в момент окончания Советского Союза мы признали примат международного права над российским правом, это все знают. И только с начала специальной военной операции с окончанием вот этого периода Мирья между 91-м и 22-м. Так вот, здесь, я бы сказал, международное право имело преимущество превосходства над национальным. Кстати, помимо нас, только Германию поступило. Германию разгромили. Это было позорище. И Валерий Валерьевич с этим только-только покончил в 22-м. До этого, по-моему, в 12-м или в 13-м году Владимир Владимирович признал северно-морской путь исключительно собственностью России. Скажете, это само сообразумеется? Нет, не само сообразумеется. Дело в том, что мы в 91-м, 93-м годах отказались от полного суверенного владения своей частью Арктики. Представляете себе? Мы признали, что Арктика прожит всем. До этого было секторальное деление. Далее наступило 91-й, 93-й эпоха гнуснейшего предательства команды сначала Горбачев, Шварнадзе, далее Ельца, начиная, соответственно, с образования якобы новой независимой России, какая там суверенная и какая несуверенная. Напомним вам, у нас даже гимна не было. Даже слов гимна не было. Курица на счастье, двуглавый орел без эскиптора держава, без короны. Все же все понимали. Так вот, в то же самое время символы, символы, они что-то дозначат. Символ, так вот, что получается? Мы признали, что северный морской путь проходит по тем водам, коими мы отныне суверенно не владеем. Это, дескать, общее достояние. А тогда я всей нашей прессе, которая начинает возмущаться, цитировать англосаксов, которые заявляли еще совсем недавно, ну, Россия решила владеть общим достоянием человечества, северным морским путем. Это должно быть для всех. Вот помните. Так на самом деле они основывались на том, что мы сами в свое время признали за собой. Мы сами легли, простите, на спинку вот так вот сделали ручками. Берите нас. Но нас и взяли. Поэтому мы сами виноваты. И сейчас мы занимаемся чем? Скажу, англосаксонцы говорят, они ревизионисты. Они пытаются сотрясти мировой порядок. Правильно. Мы сотрясаем мировой порядок от 91-го года и теперь с ретроспекции, уходя назад, то, что мы с вами обсуждали в ходе беседы даже с 45-го года. Потому что в 45-м мы не смогли забить гость до конца. Потому что они у нас украли нашу победу. И сейчас мы себе полностью возвращаем свои результаты. И экономически прежде всего. Я вам более того скажу, кое-скоро вы такой, знаете, хэштег нажали, такое ключевое понятие «Северно-морской путь». Смотрите, что на Южноморском пути творится. На Южноморском пути у нас Южно-Китайское море, острова Спратли, там так и говорим, совместные маневры Россия-Китай. И это более-менее мы уже с вами слышали и примерно понимаем. Потому что Россия с Китаем там проводят совместные маневры. А что за полгода произошло? А далее мы только что подписали с КНДР. Союз и теперь, а вот тоже никто-то не говорит почему-то, а теперь мы можем в КНДР, допустим, залудить свою собственную военно-морскую базу, приближенную к мировым путям. Знаете, как красиво. А это еще не все. Я вам скажу ту вещь, которую вообще никто не обсуждает. Мы вот Чахабхар, такой городок есть, городишко, вот в районе Иран выход на Индийский океан. Мы там и строили центр морского мониторинга северной части Индийского океана. Ага. Вместе с Иранским флотом. Вы понимаете, какой-то нож для Ми-6 британской разведки, для СРУ, и вообще для всех вот этих вчерашних... Вообще наглость, можно сказать. Просто вот они, мы тут о чем. Вот, знаете, свисток свистим, как городовые, говорю, о, вы куда плывете? Вы чего вы, русские? Здесь Индийский океан. Ну и что? Мы вместе с Иранским флотом проверяем, правильно ли вы плаваете. А кто проплыл мимо нас, я продолжаю, Баба-Льмандебский пролив, чуть выше Баба-Льмандебского пролива, чуть поднимемся выше Баба-Льмандеба, там самое узкое место, а чуть выше находится Порт-Судан. Да. А мы подписали соглашение о строительстве базы военно-морской, нашей, русской, а что бы нет, к Порт-Судан. Ну а что, недалеко от Эфиопии, а Эфиопы говорят, что они вообще русские, потому что у них есть памятник Пушкина, Пушкин, Эфиопы так говорят, был Эфиопом. То есть, ну они православные, во-первых, Эфиопы. То есть, а Порт-Судан пока не реализован, как наша военно-морская база, но никто не дозавуировал меморандум со связующим эффектом. И мы тренируем Федеральную службу охраны суданского президента. По этому поводу, вот обратите внимание, кстати, только что погибли наши дипломаты в Судане. И это связывается с тем, что мы активизировались очень здорово по Судану. И если будет реализовано все то, то, что мы с вами сейчас сказали, Южно-морской путь окажется полностью не просто под контролем хуситов, к которым мы с вами тоже хорошо относимся, гениальные люди. Александр, гениальных людей надо любить. Все себе люди, которые, сидя в кишлаке, могут просто взять и изобрести гипероговорную. Фатх. Взяли, сами сделали. Иран сколько делали? Никак не могли сделать, сделали наконец. А хусит там вот подумал, почесал затылки, вдруг у него фатха оказался, ну, что-то подобное, да? Или еще отложил, там, говорит, свой Калашников снял тапки, нырнул туда, нашел под водой кабель на глубине 120 метров и ножницами для стрижки овец перекусил правильный кабель, именно тот, который американский, другие не трогал. Ну, таких нас и не бывает в мире, хусита такие. Поэтому мы хуситов любим, мы Иран любим, и мы фактически сейчас с вами, кстати, в рамках БРИКС реализуем трансмагистральный путь от Петербурга до Индийского океана, поэтому она требуется, естественно, Центр Московы, мониторинга, чтобы никто наши корабли не трогал, не топил, и суда, то есть гражданские тоже, и таким образом мы полностью подрываем монополию Южного морского пути. И всем предлагаем Северный морской, Южный морской под своим контролем, и все под контролем БРИКС. Естественно, в БРИКС ходят китайцы. Да. Ну вот, если карту БРИКС нарисовать, она, собственно говоря, очень красиво будет вот так. Ну, здорово. А получается, что мы с вами отнюдь не пессимисты, мне очень нередко говорят, знаете, был я на заседании политклуба, ну, периодически там бываю с генералом Грулевым, так сказать, нас приглашают там на сцену, его первым, я вторым, говорит, вот, Артамонов пришел, сейчас, говорит, всем станет страшным. Как правило, вот, кстати, потом, это нас Руслана Сташка любит так выступать, потом он говорит, о, а сейчас после Артамонова Клинцевич пришел, говорил, такие, я тоже продолжу делать всем страшно. Я не люблю делать людям страшно. Если я беру оперативную работу, к сожалению, мне приходится мне делать с такими вещами, которые к ночи, как говорится, лишний раз лучше не упоминать. А что только я не вижу, не слышу. Но вот если я беру, на самом деле, что происходит в мире, в мире сейчас все происходит правильно. Сейчас идет освобождение мира от англо-саксонской логики. И самое главное здесь, это не работа на фронте. Хотя с работы на фронте от производства снарядов до дронов при всех проблемах, о которых мы можем с вами говорить, я буду не уходить от разговора, а называть, где и какие проблемы в рамках дозволенного. Но тем не менее, там все идет динамично и поступательно. То есть мы быстро учимся? Мы очень быстро с вами учимся. И самое главное, у нас тоже военная экономика является триггером, то есть основным пусковым моментом для пуска гражданской экономики. Я очень благодарен всем западникам за 12 тысяч санкций. По-моему, сейчас уже 13 тысяч. Я благодарен, что они нас решили арестовать валютные резервы. Они всему миру показали, что их денег хранить нельзя. Знаете, как здорово. Я им благодарен за то, что они показали абсолютное ничтожество, знаете, не считая близко к куртизанам, как говорили когда-то. Они показали зияющие высоты своего оружия. Все же боялись танков. Меркава, боевая колесница израильского производства. леопард, леопард, какая-то кошачья страшная, абрамсом 1А1, леклерк, у которого даже апельсиновый сок есть, прямо внутри башни нажимаешь, апельсиновый сок фреш льется. Только по цене, извините, такие же танки золотые абсолютно. Ну и что, где они? Рядом с Т-90 прорыв, даже модернизированный Т-72. Тяжелые, перетяжеленные, боевой силуэт выше на полметра, чем надо, без автомата заряжания и так далее. То есть, они показали ничтожество своего оружия. Кстати, это еще и имеет коммерческий эффект, потому что их оружие не хотят брать. А по поводу нашего оружия, скажу вам, плоды беспилотников. Наши беспилотники востребованы и за рубежом в том числе. О чем очень многие наши такие простодушные товарищи, классные диванные патриоты, не догадываются. Куда нам все воры вам? Я могу сказать, что вполне приобщен к переговорам по поводу производства наших беспилотников за рубежом. Не скажу где, естественно. Не факт, что вы найдете прям для себя, для своей семьи идеальную планировку, идеальную квартиру. Ну а если, например, вы там, допустим, сейчас смотрите что-то в бетоне и, например, не хотите заморачиваться с отделкой, у нас есть проект OneDesign. Мы берем полностью под ключ реализацию дизайн-проекта и ремонта. И вы без головной боли под управлением нашей командой, которая будет тщательно отслеживать каждый этап проекта. Ставьте видео на паузу, в описании есть мой контакт, можете написать слово дизайн. С вами свяжется наш менеджер и организует встречу, сделает расчет. И, возможно, вы начнете реализовывать свой путь в квартире мечты. Есть тема Ближнего Востока, то есть Израиль, Иран, с точки зрения именно безопасности всего региона и вот развития событий. Как бы вы видели вот опять же там следующий год и вообще вот к чему все идет, что называется? В идеале, Александр, мы не дадим взорвать Ближний Восток до конца. То есть нам выгодно, чтобы это, в принципе, вот оно как бы так сошло на нет? Я не могу сказать, что нам выгодно, чтобы это сошло на нет. Мы не участники в данном случае конфликта. Есть очень циничные люди, которые говорят, что оттянуть эпицентр Третьей Мировой на Ближний Восток от Украинского фронта было бы хорошо. Это люди, опять-таки, недаленовидные, не владеющие геостратегическим, я бы сказал, кодом. По простой причине. Взрыв Ближнего Востока и в экстремизации превращение в какой-то ИГИЛ, организация причинной в России, или Бока-Харам, организация причинной в России, в мегамасштабах означает выход этого монстра на наши границы, на Южном Кавказе. Перспектива очень проста. Если еще это, боже упаси, каким-то образом будет сочетаться с нео-османством Радогана, чего я боюсь, честно говоря, до дрожи душевной, потому что я великолепно знаю, что и как сейчас делают нео-османы. Это отдельная тема, но она, поверьте, очень тяжелая. Я не верю в будущее нео-османского союза, потому что этого не хотят тюркские государства, что бы там ни думал Серый Жепт и Эпердоган, это не более чем во многом его партийная программа. Его и Серых Волков. Я знаю, почему я так говорю. Поэтому я думаю, что взрыва на Ближнем Востоке сценарий Третьей мировой не получится. Иран не пойдет на такую конфронтацию с Израилем, чтобы действительно это было по сценарию Запада. Запад готов даже пожертвовать Израилем. Фактически тогда, когда, я могу вам это дело доказать, не люблю голосновных высказываний, тогда, когда все случилось, может, вами это уже затрагивали, в октябре, соответственно, 23-го года, ясно, что система контроля границ Израиль и территория была отключена, ясно, что проход террористов, которые стали убивать людей, был организован. И известно то, то, что в Комиссете израильский парламент лежали доклады приводительные офицеров безопасности, что нарушена система безопасности южной границы. Удивительно, что Шмон и Матаем 8200, главная служба криптографии Израиля, не перехватила ни один из переговоров террористов, которые концентрировались на границе. Удивительно то, что там позволили проводить фестиваль в двух шагах от места накопления жестоких террористов. Это провокация для того, чтобы погубить Израиль. Сейчас все скажут, я, дескать, в смысле я Артамонов, выгораживаю Израиль. Я никого не выгораживаю, я просто вижу, что делать с Израилем. Я очень сильно давил как мысль, что все согласны с логикой Натаньяху или там, не знаю, так сказать, Смотрича Бессалиля, министр финансов Израиля, они все хотят вот этого последней войны, считая, что пришел Мишиах, Мессия, что уже пора как бы, так сказать, переходить к великому Израилю, это не логика Израиля как светского государства. Это логика части людей, исповедующих крайний евдаизм, к сожалению, Биби и Натаньяху относятся похоже к этому крылу вместе с Галантом, министром обороны Израиля. Не только те двое, кого я назвал, назвал я больше двоих уже. Нет, я так не считаю. Я считаю то, что Израиль пускают на распыл как детонатор, как подготовленный аргумент для того, чтобы он взорвал Ближний Восток. Еще раз, Владимир Владимирович никогда не играет по логике своих врагов. Вот никогда. Потому что, если вы уже пошли по той логике, которая вам навязывала, вы уже проиграли. Инициатива не ваша, вы же понимаете, и как мужчина, и как воин. С другой точки зрения, Иран. Иран – это сейчас пизешкиан. Пизешкиан – наполовину курд, наполовину азербайджанец. Так у него получается. Хаменаи – вообще-то азербайджанец, азератюрк. Только 50% населения Ирана – персы. 50-51%. Далее там Белуджи, азератюрки, то есть азербайджанцы, курды, меньшинства. То есть, фактически, для Ирана крупная война может означать в том числе этническое волнение, взрыв, попытку отделения Белуджистана и Курдистана. Это очень большая гроза. Мало того, я знаю про сепаратистские проазербайджанские настроения в трех Астанах, трех провинциях, которые близки к границе с суверенным Азербайджаном. И это опять, я знаю, чья это рука. Ну, как говорили, когда-то англичанка гадит, там дело в том, что 200 лет подряд они этой работой занимаются. И ставки там ясны до полного безобразия. Сорвен Павла I ставки ясны. И Сорвен Молотова в том числе. Потому что уже Молотов летал в Иран и договорился о строительстве трансмагистрального пути из Ленинграда до Индийского океана. Поэтому, почему они этим занимаются, мне ясно. Ну, именно по этому поводу не хочет ни Пизишкиан, тем более, что он воспитан на Западе. Хирург западного воспитания, образования, совершенно не желает войны. Хаминеи сейчас, хоть он является верховным правителем, Пизишкиан, не может без него принимать решения. Но Хаминеи сейчас действует очень аккуратно, тем более, что человек пожилой, человек во многом, ну, знаете, как сильно пожилые люди с логикой осторожной. Я не думаю, что Иран будет бежать впереди поросячьего визга, хотя, отмечу, у Ирана по косминам данным есть тактическое ядерное оружие, тактическое, это класс Хиросима Нагасаки, то есть 11 где-то тире 16 килотонн. Есть способ доставки гиперзвуковой ракеты, у него есть гиперзвук, подтвержденный, мы об этом с вами знаем. У Ирана есть все аргументы, включая беспилотники, которые он только что продемонстрировал при последней конфронтации, которые пробили железные куполы, есть баллистические ракеты всех классов и всех видов. От ближнего боя до ракет класса Джелиль, подлетающих на 1500 километров, то есть покрывающих всю территорию Израиля с интеллектуальной системой наведения. Кстати, Иран хорошо и высокотехнически разная страна, первый представщик пластмасс на китайский рынок. То есть, исходя из всего того, что я сказал, отмечу одно, Иран может, но Иран не хочет. Иран будет вести ограниченную войну в Ливане. Или будет у Ирана даже ресурсов побольше. Иран может, но Иран великолепно понимает, что на этом он тратит Ближний Восток, потому что зачем ему мир без Ирана? А вот тратит Ближний Восток, он пойдет по пути, ну, помните конфликт, соответственно, Кувеи с Адамом Хусейном и так далее. То есть, с ним пытаются сыграть именно эту игру. Он на эту игру не пойдет. Воздражают немножечко, пытаются вывести из себя. Заставить, провоцировать, знаете, как шестерка, которая заводит и, так сказать, вас подтаскивает к крупным парням. Этого не будет. Я в это не верю, это не будет. И еще, слава Господу, есть такая колоссальная масса, как Брикс. Как будто и то, что происходит в Брикс, ну, то есть, невыгодна сейчас война, соответственно. Потому что только-только вырисовывается вот этот контур, он становится сильным. Конечно. И зачем в этот момент, да, устраивать такой вот еще один какой-то большой очаг? Они пожары раздувают, этим живут, а мы тушим пожары. Мы упорно тушим пожары. Роль у нас такая МЧС, знаете ли, мы МЧС мировой. Я даже на свой телеграм-канал поставил, знаете, красивую картинку, а земной шар он покоится на круге, который плавает в Мировом океане, а круг цветов нашего триколора, белый, синий, красный. То есть, мы спасаем земной шар. Ну, роль у нас такая. Ну, что сделать? Нам Господь такую роль дал. На нас держится мир. Сейчас скажут, что он мессианством болен, скажите, что угодно. Пожалуйста. Ну, просто никто, кроме нас, китайцы этим заниматься не могут. У них и никогда не было такой армии, которая... Географически такая позиция, что просто без шансов только мы и можем. Но я очень благодарен, что живу в эпоху Путина, прямо так и скажу. По той следующей причине. Я сейчас знаю, как одна очень неприятная, отвратительная женщина начнет орать «Вова Тартамонов, охраната на чищенных сапогах». Ну, конечно. Я прямо говорю, благодарен, что живу в эпоху Путина. У меня четыре высших образования, я доктор наук и профессор. Я ему говорю, знаете, пусть от меня, не знаю, так сказать, ту журку скрипит, как говорится. Благодарен. По очень простой причине. Он бережет и щадит Россию. Известный мне кортавый деятель, который сказал, если будет надо всех русских отправить умирать во имя мировой эволюции, то я это дело сделаю размахивая кепкой, как на Моссовете до сегодняшнего дня остался его барельеф с кепкой в руках. Вот не надо русских пускать умирать на распол. Поэтому с этой точки зрения я понимаю, что коммунистам неприятно. У меня уж тоже неприятно. Я нормально отношусь, читал Сталина. Всем рекомендую читать книгу Прокопенко, которую я называю «Хрестоматию Сталина». Буквально. Спрашивайте Сталин. Прокопенко очень хорошая книга написал Игорь. Но главное, мы сейчас бережем, щадим наших людей и ставим свою экономику во главе угла. Наше процветание. Вот это здорово. Это для нас, я бы сказал бы, премьера. Мы так никогда еще не мыслили. Многие боятся, ну и вообще там в очередной раз всколыхнули умы и создают потенциальный такой хаос в обществе. И новости про удары вглубь России. Но вот именно в военном смысле насколько это возможно? То есть вот именно в данном контексте вот там удары вглубь России, потенциальные провокации, которые вот именно вызывают такой массовый хаос, панику у людей и страхи. Технически это возможно. Технически прилеты по Москве более чем возможны, но мне очень нравится москвоцентризм, потому что, ну почему Москва? Воронеж, Курск, города, находящиеся на западе, между Москвой и западной границей. Кстати, по родному для меня Раменскому, где я вырос, это Подмосковье, Юго-Восток, там погибла женщина, тоже постоянно прилеты едут, дронов. То есть технически они обладают дронами класса лютой. Я отмечу, что это фактически Байрактар ТБ-2, почему-то названный лютым. Якобы украинский, на самом деле, это тот самый дрон, который, между прочим, из Финляндии долетел до аэродрома Оленья, где наши стратегии базируются, он там был сбит. По этому поводу прилета они обязательно должны идти с западных границ. Нацицы уже не стесняются. Они могут их изнутри границ наших тоже начать. Я специально не буду сейчас запугивать людей, как и мы бываем дроны. Отмечу, что есть дроны вообще работающие без FPV-компонента в качестве абсолютно автономных машинок убийства. С термиограммами на борту, которые атакуют конкретную цель. И это дроны класса Switchblade, там и Phantom Ghost, они... Я видел видео, даже сейчас такие вот маленькие, они как маленькие шарики, то есть они даже конкретно, то ли, ну вот сейчас на фоне новостей Ирана-Израиль, там было в том, что вот как раз лидеров группировок, да, соответственно, убивают с помощью уже таких маленьких дронов, ну в том числе, кроме там других видов оружия. Ну вы знаете, Александр, в эту игру можно играть вдвоем, потому что, еще раз, Россия хоть и сдерживается по максимуму, но мы обладаем этой технологией. У нас есть аналогичные машинки. Я видел испытания этих машинок. Мы тоже умеем в это играть. Если завтра кто-то захочет зарядить мой или ваш портрет такой дрон, то после этого, после этого, мы, простите, зарядим портрет Макрона в такой дрон нашего производства. Дрон. Он прийдет туда. Это все тоже понимают. Есть примеры. У Гитлера были колоссальные запасы боевых отравляющих веществ, ну и приид там, и зарин. Но когда решил их использовать, то ему англичане сказали, да и только попробуй, мы Германию затопим сверху газом. И никогда за всю историю втором мировой никто это не использовал. Потому что ясно. И здесь будет все то же самое. Поэтому технически удар по торопцу, который вызвал даже малое землетрясение, там амплитуды, по-моему, два, что ли, баллы, показывает, что прилеты ракеты, явно соответствующие характеристикам Джасм, дальность 1000-1200 км, боевая часть БЧ где-то 450-500 кг, и мало того, с бетонобойным эффектом, да, возможно. Потому что она интеллектуальная, она со сложной системой наведения, и так далее. Прорыв любой системы, как показал это Израиль, в Израиле, я совершенно не издеваюсь над Израилем. И железный купол нормальная рабочая система. Но если вы перегрузите эту систему, там противоракет, ограниченное количество, все равно рано или поздно, могу сказать, что защита любого города по классу ПВО рассчитана на 4 часа. Через 4 часа у вас закончится противоракета. Я не буду размениться, в каком городе я сейчас сказал. Но поверьте, я говорю про очень широкую гамму городов, не уточняя, так сказать, о ком и о чем идет речь. Прилеты по проспекту, который был в Москве, еще одно вещь доказывает. О том, что, ну, допустим, ракета отвернет от Кремля. Куда она тогда упадет? То есть рыб удар, то есть некая дезориентация ракеты, когда она потеряет цель, приведет к тому, что ракета наведется на ближайший крупный объект. Она по нему ударит. Объект сплошные жилые массивы. А для меня это не абстракция, потому что у меня племянница только что купила квартиру в Калининградской области, в новой резиденции, в самой высокой части Дюны, самого западного города, западного эксклава России. Я там приехал, кстати, командировка, они предоставили квартиру, сижу на красивой панорамной террасе, любуюсь морскими видами, знаете ли, и вдруг у меня включаются военные специалисты. Я беру компас, внимательно смотрю по телефону на высоту на дроне моря, смотрю, 80 метров, так сказать, так, что срочно звоню ей, говорит, так, ты квартиру, вообще-то как у тебя, с военными рисками, там она застрахована? Нет, я говорю, немедленно страхует, ты же со своими, что ли? Черезачью-то есть купила. Очень красиво. Поэтому, видите, я не рассуждаю, как человек, вещающий там истинного, сидя в броненосы, людям, которые бегают, так как зайчики, все мы в одинаковом положении, абсолютно. Отмечу одну вещь, заканчивая. Да, мы можем себе позволить после этого остеклить значительное пространство державы-агрессора. Я не это понимаю. И эта держава-агрессора будет не только Украина, потому что Владимир Владимирович все сказал. Он фактически одной-двумя фразами полностью аннигилировал этот тургумент. Он сказал, ударю, ударю по тем, кто реально это дело придумал. И это уже на 100% будет сделано. Ну, уничтожи что-то в Вашингтоне. Генштаб, допустим, здание, да, конкретное, или что-то еще. Я не буду включать воображение больного. Я вам скорее отвечу тактически, но точно. Я иногда упоминаю, что Америка живет привозом, и что из 13 портов, коими Америка обладает, 3-4 обладает стратегическим значением. И подрыв причальных стенок этих портов будет означать гибель Америки от голода. Нам не надо бить по ним. Нам ничего делать не надо. Причем вообще есть самоактивная зона. Просто у них случайно обрушена часть причальных сооружений и краны, которые там разгружают контейнеровозы. Стивидорские работы в порту. И все. И 300 с лишним миллионов зайчиков, побегайчиков, будут вот так вот суетиться на своем мировом острове, отрезанной от всех коммуникаций. А чего вам это вообще есть ни при чем? Знаете, Лох Несс может проплыла с него случайно опора. Вот и все. Поэтому как-то вот надо людям поскромнее себя вести. Аргументы-то все есть. Не только парабеллам, у нас все то, что надо есть. И необязательно, что они поймут, откуда прилетело. Но они знают, что если Путин сказал, прилетит обязательно. Вот так. Александр Георгиевич, ну на самом деле с вами можно говорить очень много обо всем. Спасибо огромное. Ну, конечно, да и Господи. Благодарю вас.